Здравствуйте! У меня в руках трекинговая палка. Чем она отличается от палки для скандинавской ходьбы? Отличительная особенность в рукоятке. Здесь хват предполагает очень удобное эргономичное расположение руки. То есть есть опорный элемент, он позволяет нам под прямым углом опираться на палки и совершать наши прогулки. Темляк, если это можно назвать темляком, по сути обычный ремешок. То есть мы протягиваем руку и ремешок может служить нам как опора при ходьбе и скорее как страховка, чтобы можно было не потерять палку в горах, чтобы она была всегда рядом с нами. Частично можно его отрегулировать, на него опереться. Но это не лучший вариант для того, чтобы ходить по-скандинавски. Все-таки вам будет мешать движению рук вот этот опорный элемент. У вас нет четкой фиксации с руки, с рукояткой, поэтому придется постоянно его контролировать между большим и указательным пальцем. Но в некоторых случаях палка эта может быть незаменимой и прямо волшебной. Трекинговая палка предполагает ходьбы в горы, поэтому она, как правило, очень компактная. У меня сейчас в руках палка, которая состоит из четырех звеньев. Складывается она до 60 сантиметров. Компактность данной палки достигается тем, что она не очень длинная. Она всего раскладывается на 110 сантиметров, поэтому он подойдет, скорее всего, для человека с ростом 160-164 сантиметра максимум. Палку можно использовать, как и в быту, поэтому вы вполне можете ее выбрать не только для походов в горы, но и своей бабушке или дедушке как опорный элемент. Кстати, если пожелаете, ее можно приобрести в магазин Nordic Buy только одну. Просто если вам нужна трость для походов. Не обязательно для этого приобретать именно комплект, состоящий из двух пар. Еще одна отличительная особенность палок трекинговых. Обращайте внимание, здесь башмачок прямой, то есть он предполагает прямую постановку. на каменистой почве или где-то вы идете по твердой поверхности. Мы снимаем его, и здесь выглядывает острие, стальное или победитовое, для того, чтобы надежно, без скольжения соприкоснуться с землей, со льдом, со снегом. Дам вам небольшой совет о том, как палку можно сложить еще компактнее. Мы разъединяем палку разъединяем палку, разъединяем палку, разъединили палку на четыре звена. И тем самым можно скрутить их между собой, обеспечить еще, выиграть дополнительные 10 сантиметров за счет разобранных звеньев, но увеличится объем. Так что выбирайте, что вам будет удобнее. Некоторые трекинговые палки имеют такую пружинку. Это называется антишоком. Он обеспечит некоторую амортизацию при опоре под прямоуглом на палку. В скандинавской ходьбе он скорее мешает, потому что создает цоканье, вибрацию, гасит некоторые усилия. Но если у вас есть какие-то предостережения по суставам рук, и вы идете в горы, или палку будет использоваться ваша бабушка или дедушка, то, возможно, и стоит взять палку с антишоком. Она будет чуть-чуть амортизировать при ходьбе. Для чего нужен вот этот перехват? Мягкая поролоновая рукоятка, иногда она еще более удлиненная, позволяет перехватить палку, изменив тем самым длину. Потому что, когда мы идем на спуск, мы можем взяться за самый край палки. Когда мы идем на подъем, мы укорачиваем палку при подъеме в гору. Тем самым можно взяться чуть-чуть ниже, не прибегая к складыванию и раскладыванию. Кстати, в некоторых трейдерных палках есть наружная система фиксации. В данной модели представлена внутренняя система фиксации. Это цанговый механизм, который расширяется при закручивании. Он надежно фиксирует палку, и вы можете успешно передвигаться, облокачиваться на нее практически всем весом тела. Но до того, как вы это попробовали, все-таки убедитесь, надежно ли зафиксирована палка для дальнейшей ходьбы. Не перекручивайте палку, не надо слишком долго ее раскручивать, и палка вам прослужит достаточно долго. Сюда также можно поставить снежные кольца. Вот это кольцо скорее можно назвать песочным, потому что у него нет лопастей, и оно диаметром 5 сантиметров. Есть кольца, которые шире и рассчитаны на глубокий снег. Так что если вы заберетесь очень высоко, позаботьтесь о том, чтобы у вас были эти кольца для смены. Пока! Субтитры подогнал «Симон»